Друзья, всем здравствуйте! Это Москва, памятник Петру Первому. Как вы знаете, довольно-таки спорное сооружение. Именно здесь, на Зачатевском переулке проходит Moscow Watch Expo 2023 года. Вот именно здесь, в зале этого пространства. Сегодня 10 октября, сейчас зайдем, посмотрим, как что. Познакомимся с новинками часов, по крайней мере, об этом. Обещают нам с вами организаторы. И вообще, Moscow Watch Expo — это лучшее, что придумано было в российском сегменте часов. Получим пропуск и пойдем самые серьезные люди на серьезные мероприятия. Здесь можно покушать, как вы видите. Зал. Основной зал. Здесь же получают пропуска. вот там, где сидят красивые девушки. Сейчас я туда подойду и к вам вернусь. Пропуск на мероприятие получен. Давайте смотреть. Идем с вами вместе знакомиться, как там и что интересно. Так, сразу нас встречает с вами ProTime Distributor. Здесь представлены ряд швейцарских марок. Как вы понимаете, упор будет делаться в основном на японских производителей. Все вам показать и рассказать не смогу, но думаю, что подробнее также остановлюсь и на российских производителей. Здесь, как я вижу, представлены и Ника. И что там, ракета приехала? По-моему, в прошлом году. Точнее, в позапрошлом. В прошлом не было. В прошлом году ракеты не было. Зал сделан буквой П. По левую и по правую сторону представлены разные часовые марки, дистрибьюторы. Как правило, на данных мероприятиях небольшие магазины. Большие магазины представляют свою продукцию, приезжают, знакомятся с поставщиками и заключают договора на продажу в своих небольших магазинчиках. Такие люди, как я с вами, которые являются посетителями, ходят, глазеют и немного, скажем так, просвещаются на часовую тему. Сцена Casio. Группа Август до сих пор работает. Похоже, я слышал, что они уже закруглились, потому что нет официальных постового Casio. Видимо, из Турции немного что-то до подвозья. На той стороне слава мы туда еще с вами доберемся. Подходим к Casio G-Shock. Смотрите. Никакого нейминга бренда, в общем-то, нет. Небольшие такие витрины. Простенькие G-Shock. Скажем так, совсем простенькие. Но вижу MTG B3000. Это интересно, что они там, что они здесь есть. Чего-то эксклюзивного и дорогого, к сожалению, нет. Но, что интересно, люди стоят. Сложно, конечно, вам все это показать. Смотрите, какие здесь есть часы. Не надо, спасибо, я все про них знаю. Я показать зрителям, что наконец-то привезли смарт-часы в Россию, когда не надо их сертифицировать. Вот так, в общем-то, дружелюбные люди. Предлагают показать, достать. Смотреть там особо нечего. Было MTG B3000, которые мы с вами уже обсесали со всех сторон. И новые GBD H2000 были. И также новые Rangeman были. Это немного удивительно. Но они здесь были. Интересно. Сейчас посмотрим, как все пойдет. Если будет достаточно времени, то обязательно задам пару вопросов. Хочу поговорить с компанией Seiko, с компанией Casio по поводу гарантийных обязательств. Что и как они вообще предполагают сейчас в нашей с вами стране, как обслуживать часы. Андреатика. В принципе, сделано хорошо. Много народа здесь, смотрите пока. Жак Лиман. Сегодня первый день работы выставки, поэтому очень много народа. Но и самое главное, что очень много можно увидеть и посмотреть. Если прийти в последний день, то много можно будет не увидеть. Точнее, многие уже будут сворачиваться, съезжать и вы ничего не увидите. А вот давайте покажу вам, как выглядит распаковка часов и дальнейшая их на стенд. Выкладка. Идем дальше. Вот, господи. То, что есть-то, смотрите. Оп. Интересно. Арман Николен. Николет. Не знаю, как это звучит. Собачку привел на выставку. Помню, пару лет назад здесь, именно вот здесь, где мы сейчас с вами находимся, была российская компания, которая часы делала из метеорита, но сейчас их пока я не вижу. Куча зая. Это у нас что? К своему стыду я не очень разбираюсь в российских компаниях. Видимо, какой-то уральский часовой завод. То есть, я не знаю, без понятия. А часы называются Линкор. Ну, такое. Вещь себе. Плохо, конечно, что снова софиты нам мешают с вами рассмотреть всю красоту. Но, как есть. Там стенд молнии. Сейчас до нее дойдем обязательно. Я вернусь, все вам покажу. Интересно, насколько ролик будет длиться. Хочу делать без монтажа. Вот, смотрите, какая тут красота. Как же без настенных? Настенные это лучшие часы, которые были придуманы. Почему? Ответ простой. Потому что пользоваться ими могут все члены вашей семьи, а не только вы один. Вот такой юмор от Тик-Так мира. Известный магазин в нашей стране. И что у них тут особо как бы ничего. Особо не особо ничего. Смотрите, что заметил. Конечно, минеральная вода. Титоник. Кто знает, что такое Титоник. О, какая тут есть вещь. Смотрите, я вам сейчас покажу. Виндеры. Таймстори Лондон называется. Красота. У кого есть механика, кто пользуется Виндером? Рассказывайте. Бренд Ви ми эф. вот здесь за этими дверьми здесь проходят разные семинары разного рода обучающие тренинги для как правило для уже тех кто занимается продажа часов для небольших работников этой отрасли которые приезжают в том числе из регионов скажем так им рассказывают как же нужно работать чтобы поднять продажи был пару раз на данный семинаре там было не про продажу а про новинки кассиву правда ничего нового вы я там не узнал так мы с вами вернулись молнии что тут можно увидеть разглядеть конечно же тяжело все это разглядывать можно попросить чтобы вам показали эти часы но сами понимаете каждую модель брать в руки это просто не удобно стенд молнии из трех таких небольших кубов часы и механизма кстати очень наглядно симпатично все смотрится мне нравится подача неплохая есть некоторое описание для механизма например молния 3603 рс механика 18000 частота 40 часов запас это было про вот этот механизм и в третьем кубе здесь это что у нас смотрите какой комплект богатый очень на хамильтон сделал похоже я думаю вы со мной согласитесь это все уголок уголок молнии довольно таки большой но в самих часов здесь немного как вы видели есть еще интерьерные модели новая подушечка еще на самом где я буду иногда прерываться потому что сами понимаете любит без остановки разговаривать это это я как бы не ургент поэтому поле вот так вот я туда даже идти не хочу смотрите что тут есть у нас луч вот это красотища минский часовой завод добро пожаловать к нам в гости здравствуйте вы приехали из беларуси здорово вы прошлом году вас не было по-моему а поза просто мне были а я в прошлом году не было поэтому я вас не видел ясно спасибо вот лучше это классно братья белорусы замечательно здесь у нас венец она нет венец ваника болен вот это название ребята смотрите какие циферблаты и то же самое в дайверов да чисто дайвер написано 20 метров а здесь у нас и гости прямиком из самого милана знаете те кто впервые приходят на подобные мероприятия и не очень соображают в марках часов могут реально подумать что вот эти вот ребята это что-то что-то хорошее европейское кстати здесь же все еще молния вот такая вот кто это зевс знаю кто это не могу сказать что они мне понравились так же немного интерьерных вариантов есть вот смотрите какая рыбка повесили бы себе в комнату в гостиную такую модель пишите в комментариях какие-то часы на них не хотят показывать я понимаю что вы ничего не взглядите но что то есть тем не менее там что то есть смотрите презентацию чего среди не так нравилось здесь может быть может быть я бы сделал дату цвет циферблат как бы это мой вопрос моего это А так, и секунда на 9 часах, и стрелки такой, то есть все покрыто любиновым, а сколько это размер такой? 40 дон, да? Покажите нам часы. Вот, то есть такой, в общем, размер основательный, мужской, часы, кстати, сидят хорошо. Ну, что, захотели купить себе новую молнию с красным циферблатом? Так, Полет International, вот так вот. Смотрите, что она предлагает компания Полет. Президентская серия. Ну, пока я вижу только какую-то подделку, честно признаюсь. Неужели нельзя придумать что-то действительно интересное? Ведь есть чертежи механизмов, которые остались из Советского Союза, как сейчас делает ракета. Они делают именно то, что нам предлагали ранее в Советском Союзе в новых корпусах. Почему бы не подделать это так же и другим нашим часовым компаниям? Их немало, точнее. Я бы сказал, что их много, но почему-то они предпочитают именно в Китае. Базируется. Это в Эпеле. Одно время их очень активно в России продавали, но на самом деле это китайская ерунда. Вроде бы как под немцев шифровывается, но нет, это прям ерунде. Вот смотрите, да? Часы с вашей символикой. Если хотите заказать на полет про, пожалуйста, ФСБ и так далее, все что угодно можно заказать. Вот где-то весело на Жаке Лимане до сих пор. Не знаю почему, но здесь смотрите сколько народа. Что-то сидят, общаются, красавчики. Кушают, выпивают. Все, все по-человечески. Часы фирмы президент. Штурм внизу находится. Вот это мне нравится больше, чем полет. Друзья, я понимаю, что вы бы хотели в более лучшем качестве посмотреть на эти часы. Но думаю, что для этого нужно посетить выставку. Передать на видео, на фото я вам это не смогу. Не обижайтесь. Также стенд настенных часов, интерьерных. Японские, вроде бы как. Да, понятно, что вряд ли японские, но шифруются под японцем. Сейко были заявлены на данном мероприятии, но я их пока не увидел. Хотелось бы пообщаться и спросить про гарантию, например, как она у нас. Если не найду Сейко и Ориент. Ориент были, когда я последний раз здесь был. Если не найду, то зададим эти вопросы компании Casio. Стенд Слава. Здесь много красивых витрин. Слава телевизор. Вот это шикарная вещь. Подумаю себе прикупить. На мой взгляд, это именно отражение советской эпохи. Классная вещица, как вы считаете. Если бы еще была полная сборка в России, то я бы точно прикупил. Может быть, когда-нибудь со временем. А здесь часы группы Альфа, спецназ. Простите, отсвечивают, но ничего поделать не могу. Это все сакиты. Идем дальше. Практически мы уже с вами добрались до самого начала выставки. Как вы видите, опять же, Casio. Здесь у нас с вами Citizen. Вот, кстати, все, что нам хотели бы показать от компании Citizen. Это... Это... Это вот это вот. То, что вы видите. Понятно, вы не увидите здесь никогда хрономастер. Хотя внутри японская вещь. Но можно, например, на Citizen Orca посмотреть. Там дайверы. Особо новинок я не вижу. Эта модель. Вот эта вот огромная шайба. Вообще, по-моему, 18-го года. Простите за фокус, ребята. Здесь я ничего поделать не смогу. Это тоже довольно-таки старая модель. Красно-безерным дайверы. То есть, никаких новинок нет. Многие меня спрашивали, когда же ты привезешь в Citizen Суно так называемые вот эти вот модели. Я их привозить не планировал. Есть определенные свои моменты. Один из моментов это, можно сказать, некоторая обида на компанию Citizen. Точнее, на ее французских дистрибьюторов, которые взяли с меня деньги за две таких моделей. И все. На этом история заканчивается. Ни часов, ни денег у меня не осталось. Так, ну что, идем дальше. Сейчас зайдем тогда уже. Слава, ну давай цепляйся ты фокус, друга моя. Очень сильная подсветка. Смотрите, какое название. Садко. Какие у тебя часы? У меня Садко. По-моему, прикольно. Он зелененький. Низайн такой, знаете, как у китайских автомобилей. Вот вроде бы хотят быть современными, а получается что-то с чем-то. Капитан. Рядом более классические варианты. Так, о чем я говорил? Я говорил про французов, которые меня обманули на двое часов, поэтому ксона я покупать не буду, исключительно из обиды. Боевые пловцы. Здесь у нас с вами таймекс американский. Да, вон таки обширная коллекция. Показывать не буду, там нечего смотреть вообще. Какая проблема. Пойдемте вон на, посмотрим на Flying Sport. Единственная, наверное, витрина, которая без... Все равно вот света ловит. Без стекла. Что это у нас? Fashion? Даже смотрите, что есть. Flying Sport Power. Понятно, что это хомаш. Может так сказать, надо шок. То, что знает по данную контору, пишите в комментариях. Но глядя вот на этих двух представителей, я понимаю, что это что-то лютое-лютое. Красота просто неимоверная, неописуемая. А какой здесь, смотрите. Какой символ. Красотища просто. Так. Еще тут пару G-соков в кавычках. Так. Да. Идем дальше. Сегодня в Москве настолько холодно, настолько минус два, что я вас, ребята, понимаю. Национальная ассоциация часовщиков. Состав участников. Полет. Часовая компания Слава. Торговый дом часы. УПП Часпром. 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 Часовой завод Салют. Кварц. Молния. Константин Чайкин. All Time. Угличский. Вот. УЧС. Это Угличский, ребят. Не Челябинский, простите. Нет. Не Уранский. Или какой это назвал. Восток Тайм. Полет. Классика. Европейцев Иваник Владимирович. Яицкий Антон Александрович. А где же Юритик Такмир? Ну, какой-то неполный состав у вас участников, друзья мои. Неполный. О, здесь потише. Смотрите. Слава, ракета. Интересно на ракету посмотреть, есть ракета или нет. Еще какой-то полет. Оттач-полет. А Лонжин смахивает дизайном. Лонжин легендайвер. Помните такие? А вот и ракета. Ракета представлена в количестве четырех моделей. Здравствуйте. А почему так мало наших родных часов представлено на выставке? Я понял, я не первый, кто спрашивает, да. Да. Ответа нет. Ладно, идем дальше. Кстати, помните, на выставке подобные вещи мы с вами видели? Там был дядька с красным колпаком. А, вон у него найдете часы. Вот она вот. Говорят, шесть часов ракета, представлено они четыре. Но это намного больше, да. Так, ну что, погнали тогда к Casio. Мы с вами были везде. Пойдемте спрашиваем вообще, можем ли с вами общаться на камеру сейчас узнаем. Поговорим. А, вот еще, смотрите, друзья мои. Без стекла. Надо тогда показать поближе. Я не думаю, что все будет у нас стекла. Помните, я вам показывал конференц-зал? Вот какой-то, какая-то там презентация начинается. Ребятки, ну это же явно Китай. Но, в общем, на сто процентов Китай. Мне кажется, вы это все сами понимаете, что тут говорить. Так, Seiko я не увидел. Citizen ни о чем. Casio я не увидел. Точнее, Seiko я не увидел, Citizen не увидел. Orient не увидел. Ну что ж, пойдемте к G-Shock'ам, значит. Хотя, Seiko были заявлены. Я буду еще спрашивать. Может быть, они где-то прячутся. Ну, G-Shock'ов постоянно какая-то очередь. Ну, вот она, наша красота. GPD H2000 и Rangeman 9500. И также простенькие классические оригинальные модели. Также с шагомером и всем остальным. Протреков немного есть. Мадмастеры. И самые простые Casio. Вот такого плана. Ладно, человек занят, не буду его отвлекать. Слушайте, вы извините, что иногда камера уходит вниз. Я никак не привыкну к моноподу электрическому, который купил специально для вас, чтобы снимать красиво. Но пока вот, получается, иногда практики мало. Я все-таки не видеоблогер. Друзья, на этом видео с выставки заканчивается. Вместе с вами мы все обошли, все посмотрели. Seiko не было, Orient'а не было. Причем, не думаю, что ребят просто не успели, потому что выставка работала с 11. Соответственно, должны были успеть, если бы хотели. Значит, их просто не было. Из японцев осталась только группа August, которая себя называет официальным дистрибьютором, что не совсем так, потому что официальным дистрибьютором считается компания, которой, головная компания, в нашем случае Casio, разрешает продажу часов на другой территории, в нашем случае, в России. Этого сейчас нет. То есть японцы не разрешают официально продавать Casio в России, но защита авторских прав пока не работает, потому что есть параллельный импорт. Скорее всего, все часы везутся из Турции, из Объединенных Арабских Емиратов. Это не секрет. Ничего в этом, скажем так, зазорного нет, ни хорошего, ни плохого. Единственное, стоит отметить, что по-настоящему эксклюзивные часы, такие как МАДЖИ, либо значимые лимитки, конечно же, никто давать не будет для продажи в России, потому что они на другие страны выделяются в количестве двух штук, и никто из своих запасов это давать не будет. Я поговорил с представителем Casio по поводу гарантии, вот что мне он сказал. Реализация гарантийных обязательств сейчас через группу Август, то есть по сути через продавца, либо они через сервисный центр что-то пытаются сделать, какой-то небольшой незначимый ремонт. Если нужно, например, заменить механизм, а его нет, и заказать из Японии, естественно, вы понимаете, невозможно, просто будут выданы новые часы, либо еще каким-то образом эта проблема будет решена, а у вас ради денег или что-то подобное. То есть в целом вопрос будет решен, если вы покупаете часы в Москве в официальном в кавычки магазине. На этом все. Всем спасибо, что были до конца. Крепко жму руку, носите самые лучшие часы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok